здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о спорте и развитию спорта городском округе люберцы мы говорим об этом часто но сегодня будем говорить о гимнастике почему потому что у нас гостях павел даниленко руководитель комитета по спортивной гимнастике российского физкультурного спортивного общества с истории какой спартак здравствуйте павел добрый день сразу же первый вопрос об чем на гимнастика ну там футбол хоккей плавание а вы решили в гимнастику пойти ну лично я с детства очень был цепкий вот лазер постоянно по заборам по деревьям родители сразу это заметили обратили на это внимание и привели в спортивную школу а когда привели в каком возрасте 6 лет 6 лет ну да самый такой момент важно его поймать то есть благодаря родителям они предложили за руку что называется отволокли такое что же бывает нет они просто привели меня посмотрели взяли а потом как бы тренер мой родной игорь александр гладин он уже привел любовь к этому спорту а вы в футбол играли я почему спрашиваю потому что сегодня постоянно идет но спору какой вот час до олимпийские игры идут вновь бадминтон оживает фигурное катание потом опять это хоккей вот идет тоже это при том что во всех этих видах спорта гимнастика так или иначе присутствуют определенные упражнения то есть вас особо отговаривать ничего не приходилось просто сразу понравилось да ну попался очень квалифицированный тренер который именно привил любовь к спорту спортивной гимнастике атмосфера была достаточно дружественной интересной поэтому все как-то само собой получилось и это происходило где в каком городе город челябинск спортивная школа олимпийского резерва номер четыре и там начинался ваш путь и вы тогда наверняка еще не предполагали что вы в сам спартак попадете ты никуда-нибудь да но как бы планы были хотелось стать профессиональным спортсменом но к сожалению все переживают подростков это очень интересный такой вопрос мы конечно же поговорим сейчас о вообще теннис к вашей работе о спортивной гимнастике потому что вы работаете это прямо с маленькими до ребятами какой возраст вы сейчас сейчас самому старшему ученику мне 11 лет 11 лет но то есть это вот тот самый возраст примерно когда вы пришли и вот всегда у ребенка то наверно но он смотрит там в интернете смотрит соревнования ему кажется что еще чуть-чуть и вот он точно таким станет ну по крайней мере на она так должно быть стремится к звездам а потом приходит момент когда ребенок превращается в юношу и он должен для себя сделать выбор либо он начинает заниматься скажем так обычной человеческой жизни ищет себя в другой профессии либо все-таки настойчиво идет по спортивным тропам что называется у вас как этот перелом происходил безусловно такой перелом происходит почти у всех вот период становления у детей и появление собственной мотивации то есть изначально корить приходит спорт большинстве случаев это мотивация родителей амбиции родителей когда ребенок становится старше у него появляются медали появляются какие-то результаты либо наоборот не появляются соответственно уже происходит осознанное понимание тем ли ты занимаешься вот мои этапы проходили но достаточно мягко еще раз мне очень повезло с тренером вот и я как полюбил этот вид спорта как бы люблю его до сих пор всем душой и сердцем и вкладываю с него всю свою жизнь поэтому у меня не было какого-то такого вопроса какой-то или другой вид спорта либо заняться чем-то еще то есть до переломный момент был наверно в лет в 17 когда я и закончил заниматься спортивной гимнастикой но это наверное больше связано с получением травм и каким-то эмоциональным упадком эмоциональный упадок но потом этот упадок привел все-таки уже на руководящую работу об этом и поговорим но вернемся к вашему тренеру самом начале может быть вы даже сами не заметили вы сказали мой родной тренер но у нее не каждый до наставник может достоиться скажем такого очень откровенного до названия как второй отец для вас ну конечно то есть игорь александрович на самом деле но большую часть времени мы проводили в спортзале то есть жизнь профессионального спортсмена в принципе заключается в том чтобы сконцентрироваться на достижении именно спорта высших достижений определенных целей да то есть и ты тренируешься по две тренировки все время в зале все время с тренером и естественно он огромный огромный вклад в твое развитие как человека как ребенка как спортсмена вкладывают само собой да я так понимаю что сегодня когда вы встречаетесь вот с такими же маленькими будущими звездами кто-то из них возможно станет и олимпийским чемпионом то вы что-то из той встречи со своим педагогом тоже берете мотаете на вас ну естественно и вообще я могу сказать больше то есть начиная свою тренерскую деятельность я именно опирался наверное исходя из данных знаний тренера то есть как преподавали нам как объясняли что делали какие закладывали в характер качество спортсмена и так далее то есть обязательно это очень интересно когда это происходит как ты был учеником можешь все это проанализировать отмотать назад и вспомнить какие были у тебя в тот момент мысли как у спортсмена какие действия делал твой тренер анализировать и делать из этого такой очень хороший симбиоз а то есть получается вы со всех сторон уже понимаете чего происходит если можно было бы еще и арбитром стать да то одна вообще можно закрыть этот вопрос и я при этом я думаю что вы и так видите да что где сделается где правильно где неправильно это не то что мы смотрим да например гимнастов выступление гимнастов особенно после олимпиад да у нас очень популярно до становится смотрят выступление но вы четко можете оценить да вот приходит вы все таки тренер по спортивной гимнастике городском округе люберцы к вам приходят дети вы в принципе можете сказать что вот из этого ребенка что получится ну смотрите здесь достаточно это достаточно очень тонкий сложный на самом деле вопрос теоретически да это возможно то есть физически данная ребенка ты можешь оценить его скоростно-силовые качества гибкость его оценить координационные способности да но гимнастика спортивно очень сложный вид спорта очень индивидуальный и это такая очень кропотливая работа которая закладывается там с возраста пяти лет и продолжается на протяжении там 15 лет то есть чтобы стать там олимпийским чемпионом надо вот и до останавливаться нельзя останавливаться совершенно нельзя вот поэтому трудолюбие я его очередь трудолюбие все время надо договариваться со своим телом то есть через может быть даже не хочу иногда ну конечно обязательно тренировки как вот у вас для поддержания ведь известный этот факт да что не спортивный человек он же всегда может остановиться но там поиграл где-нибудь и забыл проект на какое-то время чек спортивный если он долго тренируется потом если у него пауза то очень тяжело потом восстанавливать ну да наверное это знаете как я работаю с детьми я могу сказать что у каждого ребенка свой индивидуальный характер уже от рождения родители закладывают какую-то определенную работу в социуме скажем так да там что такое хорошо что такое плохо вектор направления воспитания так далее но индивидуальный характер естественно есть вот это спортивный азарт то есть он уже врожденный и ты как бы неважно чем ты занимаешься ты руководитель ты спортсмен ты еще что-то у тебя всегда этот соревновательный дух он всегда присутствует естественно это такой а вот как поймать эту историю понимаете ведь речь идет даже о профессионализме даже в таком маленьком возрасте когда уже тебе с помощью тренера знаешь какие-то азы что можно делать что нельзя да когда появляется вот это вот желание побеждать игры все на самом деле очень соревнования соревнования игры какие-то все это должно быть в таком достаточно позитивном русле чтобы ребенка но прививалось желание чтобы он чтобы мог сравнить да то есть посмотреть почему например тот лучше чем я или наоборот почувствовать что я могу идти дальше да почувствовать силу свою уверенность почувствовать увидеть к результат своей работы как бы скажем так ощутить это пощупать поэтому соревновательная деятельность на самом деле очень важно в спорте но мы поговорим об этом во второй части вот уже серьезным таком подходе все-таки вы руководите целым комитетом спартаке но прежде вернусь еще к вот этим первым шагам они для каждого человека очень важны что вам дала гимнастика вот помимо сохранилась ли гибкость и с точки зрения здоровья с точки зрения вашей жизни личной жизни что она вам дала ну гимнастика это самый наверно базовый вид спорта да то есть она дала очень хороший фундамент то есть в принципе я любительский сейчас стал заниматься боксом до для себя да но это просто чисто тренировочный процесс для поддержания формы вот и например там же от тренера с другой абсолютно специфики я постоянно получаю похвалу потому что ну у меня комбинационная развит всесторонне то есть я очень быстро схватываю определенные вещи плюс соревновательная деятельность и тренировочный процесс естественно за закалили да то есть и даже в жизни какие-то трудности встречаются ты как бы их воспринимает гораздо легче ты привык все время бороться ты привык что-то преодолевать и поэтому ты смело шагаешь смело идешь вперед делаешь следующий шаг я считаю что для мальчиков нынешнее время да и вообще в принципе всегда это очень важный фактор именно преодоление себя я знаю по примеру некоторых людей даже в серьезном таки организации да там они очень развиты не буду рекламировать называет но например сотрудников топовых сотрудников топов менеджер принимает только с условием того что у него и звание мастера спорта то есть считается что это жирный плюс для его вообще биографии ну конечно то есть он привык доводить определенные вещи до конца до своего логичного тени шага я то есть стремление целеустремленность и так далее а с точки зрения здоровья вот опять же возвращаясь к детям да многие родители думают куда ребенка если ребенок сам просит да это одна история а если например родители пытаются выбрать вот с точки зрения развития именно организма до человеческого говорят что гимнастика это практически забыть лечебный спорт это верно она смотрите гимнастика же бывает разная да то есть есть и лфк собственно говоря да естественно она направлена поддержание здоровья есть просто общей физическая подготовка с элементами гимнастики для развития каких-то базовых вещей да есть профессиональный спорт здесь нужно тоже но опять же профессиональный спорт у многих ходят стереотип о том что все это достаточно травмоопасно что это все разрушает организм так вот хотелось бы здесь сказать такой момент что на самом деле за спорок за здоровьем профессиональных спортсменов следят очень строго то есть это чуть ли не основная такая вещь за которые прямо на который делают акцент и задача максимально не перенагружать детей до в возрасте там пубертатного периода когда я начинаю взрослеть там в маленьком возрасте чтобы к 18-19 годам спортсмен подошел в здоровой хорошей форме и мог себя полноценно реализовывать дай перед этим дать ему определенную техническую базу понятно понятно сейчас сделаем небольшую паузу а вот во второй части узнаем чем же занимается комитет по спортивной гимнастике спартаке и насколько этому направлению уделяется много внимания и вообще роль так сказать спортивной гимнастики уже с точки зрения профессионального вида спорта напомню что у нас гостях павел данилин к руководить руководитель комитета по спортивной гимнастике российского физкультурного спортивного общества спартак давайте дождемся напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях павел данилинка руководитель комитета по спортивной гимнастике российского физкультурного спортивного общества спартак в первой части мы выяснили что вы начинали свои спортивные шаги в челябинске и вот как вы оказались в люберцах то в люберцах достаточно просто решил сменить обстановку приехал в город москва собственно говоря и попал в люберцы попал в люберцы понятно но тогда вопрос уже более конкретный как вот вы в спартак то попали это же такая организация советских времен еще известно да но здесь я хочу поблагодарить владимир владимировича суркова потому что в основном он меня выдвинул на эту должность за доверие хотел поблагодарить слушая во андрея александровича это председатель рфс о спартак за доверие да ну видимо как-то какими-то своими действиями за пять лет существования там своего клуба да то есть доказал служил до доказал свои руководительские способности а какая задача этого комитета по спортивной гимнастике вот чем он занимается в обществе но основная задача спортивный комитет рфс о спартак на данный момент будет это очень плотная работа с федерацией спортивной гимнастики россии до собственно говоря формирование резервов спортивной гимнастике проведения всероссийских турниров собственно говоря привлечение молодежи к спорту популяризация данного вида спорта ну и всестороннее развитие по регионам но я так понимаю что помимо спартака существуют другие спортивные общества которые тоже имеют свою базу спортивные гимнасты вот как происходит отбор вот мы слышим до отбор на олимпиаду неважно сейчас зимнюю летнюю да она имеется ввиду у любых спортсменов любого направления отбор на олимпиаду то есть а у вас получается стоит задача привлечь чтобы они пришли именно к вам ваше общество и тренировались у вас становились ну людьми профессиональными или почти профессиональными в вашем обществе а потом ваше общество я так понимаю предлагает или выдвигает каких-то кандидатов на участие в той же национальной сборной так это происходит или не так но ориентировочно а да ну понятно поэтому я вас и спрашиваю приблизительно есть общий календарный план собственно говоря который утверждается федерация спортивной гимнастики в которой есть специализированные отборочные соревнования собственно говоря после проведения данных соревнований там первые 10-15 человек попадают списке резерва сборной россии начинают там от глубокого запаса это дети там от 10 до 12 лет до сборную потом молодежная и не орна юниоров и ну и дальше там по по инстанции до возрастом а и ну например если ребенка приводит вот он вот этот путь проходит то есть в основном он получается тренируется на базе общества правильно до какого-то периода или потом его это забрать нет он всегда находится на бадил на базе общества собственно говоря рфсо спартак дает там площадку для тренировок помогает право проводит сборы тренировочные собственно говоря и ведет спортсмена то есть задача спортсмена показывает результаты об остальном позаботиться обществом брана да все верно ну и конкуренция серьезная с другими я понимаю что не очень может быть хочется об этом говорит но тем не менее спортивная гимнастика как вы уже сказали одна из основополагающих скажем так в спорте как вообще как как некое искусство дать тело человека вот конкуренция серьезно для того чтобы попасть в ту самую вожделенную сборную который потом аплодирует ну чаще аплодирует не только вся страна на и весь мир но вы знаете конкуренция всегда была в россии и достаточно высока направление спортивной гимнастики так как и при советском союзе были очень сильные школы и и как бы они заложили определенный фундамент на котором все мы на данный момент держимся естественно конкуренция но высока нужно достаточно много усилий приложить для того чтобы попасть в основной состав ну а это проверяется все опять же на соревнованиях естественно только результатом прелесть спортивной гимнастики в том что как бы если человек действительно у него есть данные он способен он выступает на высоком уровне вариантов скажем так каких-то нечестных игр он в принципе отсутствует а что значит нечестные это вы подопадом подразумеваете какие-то судейские салют судейские я но мы же видим что иногда в принципе ну как нам рассказывают комментаторы и какие-то люди около спортивные что вот засудили 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 то есть наверное это возможно или все-таки может спортсмен по спортивной гимнастике так выполнить упражнение что вот мы просто все видят что это невозможно его засудить ну да то есть здесь и если спортсмен нагло выше остальных то возможно принципе это невозможно то есть но если подходит у нас скажем так восток сейчас есть такой гимнаст работает на брусьях и получает на данный момент оценки на балл выше чем второе место то есть это как бы запредельно да это ну можно упасть ему можно упасть и он все равно остается да это понятно мы видели да сейчас лыжник наш победил и он даже упал но собрался и все равно пришел раньше всех и медленно-медленно не торопясь пересек финишную черту а вот скажите и тут я опять хочу к вам обратиться и может быть какие-то мифы развеять мы же прекрасно понимаем что все элементы для школах вспоминаем насколько можно гимнастику вспомнить школе там были какие-то любимые вещи связаны с гимнастикой а бы были нелюбимы где нужно было с телом договариваться вот у вас какие любимые элементы то что вам нужно можно же в этом признаться что вам вот всегда легко давалось арс с кем вы с каким элементом вы никак не могли договориться и были сложности или не любили его просто хотя выполняли но здесь на на больше пойдет речь о снарядах да не жили элементах но мы знаем этого как козла или как он звали махи какой да да конь надо опорный прыжок конь махи на вот опорный прыжок на все верно но у меня любимые снаряды были брусья перекладина вольное упражнение опорный прыжок наверное из нелюбимых снарядов были кольца и конь махи но кольца там да там надо но все равно справлялись ну да я был в принципе больше многоборством хорошо на сегодняшний день вы как представитель одного из самых известных спортивных обществ наверняка какие то есть контакты с сильными спортивного мира сего что можно сказать вообще сегодняшнем российском состоянии спортивной гимнастики что нам ждать от лишь надеюсь что как-то у нас закончатся все эти истории с ковидом и олимпиады войдут свой обычный режим но помимо олимпиад есть чемпионаты насколько школы сегодня спортивной гимнастики а российская ценится в мире максимально как и всегда российская школа советская школа она была ценна всегда она отличается высокой точностью красотой исполнения элементов скажем так этикетом каким-то определенным гимнастике поэтому она ценилась ценится и будет цениться но были же какие-то срывы в свое время а теперь мы видим например как китайцы выступают иногда китайцам удается нас немножечко побить как мне кажется может быть я не прав ну во первых это спорт он непредсказуем или же всегда может произойти все что угодно но у нас сейчас достаточно сильный состав мужской сборной у женской сборной основной достаточно сильный состав тренерские которые работают со сборниками достаточно налажена хорошо система тренировочного процесса поэтому я думаю стоит ждать только побед хорошо а приглашать наших тренеров за рубеж тренировать другие команды такая практика существует конечно постоянно еще раз подчеркну российская школа спортивной гимнастики одна из самых сильнейших в мире и российские тренера тренеры там прошу прощения сменам разрешается да так они очень цены за рубежом постоянно приглашают даже мне поступали определенное приглашение вот но я от любви к родине а поняла ну вернемся все таки от этого разговора к самому может быть важному моменту опять же мнение родителей и детей вот 15-16 лет когда там ребенок хорошо тренируется и как бы его тренеры видят что действительно у парня ну очень хорошее будущее надо принимать уже решение вот скажите пожалуйста есть такое понятие спорт высших достижений да эта работа это работа салют наверно да эта профессия я помню еще со времен 70-х годов когда была такая фраза канадские профессионалы про хоккей и думаю а наши что не профессионалы что вот но тогда не было такой профессии да это был как бы любит называлась у нас любительский спорт вот если человек идет в эту профессию а просто вокруг этого много говорят что иногда платишь здоровьем своим это действительно так как-то проскочила у нас уже про травмы и так далее или все зависит от человека от его профессионализма знаете я считаю что все зависит от человека ситуации в жизни и можно найти также по улице подскользнуться и что-то в жизни будет не дай бог конечно кардинально поменяться если к вопросу подходить целенаправленно профессиональное я лично считаю что определенных вещей можно избежать и в общем-то приобрести профессию спортсмен без вреда для здоровья который не только доставляет удовольствие но прежде всего себе потому что выиграть любой человек в когда в чем-то что-то выигрывает мне кажется у него какой-то адреналин там до появляется а во-вторых мы же за все это болеем я прекрасно помню все последние но летние олимпийские игры особенно когда гимнастика то ты вот сидишь смотришь и как-то так думаешь надо же было раньше как-то этим заниматься в школе тогда и тогда ну когда красиво все выполняется до со сложностями и мне кажется что это вид спорта людей которые очень умеют с собой договариваться не каждый человек это может сделать безусловно то есть но когда ты поднимаешь руку выходишь собственно говоря выступает на снаряд там выступление идет от грубо говоря 30 секунд до полторы минуты до зависимости от вида многоборья но это максимальная концентрация то есть ты чувствуешь свое тело от кончиков пальц до каких-то крупных мышц вообще до головы чуть ли не не давал это со стороны даже наблюдают до расти ты сконцентрируем абсолютно полностью и именно спорт высших достижений да то есть есть массовый до спорта там есть какие-то ошибки там скажем грубые средние но он существует а именно спорт высших достижений то есть мы собирается на олимпийских играх лучшие со всего мира и там каждое десятое на счету то есть там любое любое движение пальца носка ног и всего остального может поставить крест но до золотой медали поэтому естественно концентрация максимально возможно ну что нам остается только еще раз обратиться прежде всего к родителям которые может быть тоже любят иногда смотреть красивые выступления и иногда не задумываются что вот их дети которые рядом с ними маленькие еще что можно попробовать действительно отдать ребенка в студию или спортивную секцию спортивную по опять же спортивной гимнастике и возможно кто-то станет олимпийским чемпионом а кто-то просто будет жить по-другому потому что еще раз говорю гимнастика это тело это в общем-то максимальное развитие человеческого тела спасибо вам большое можно подал конечно да поздравлю моего коллегу евгений юрьевич плехов у нас такой есть люберчанин вот тренер главный тренер сборной россии по прыжкам с трамплином и буквально недавно они заработали серебряную медаль в командных соревнованиях собственно гаевгений юрьевич мои поздравления а мы присоединяемся к этим аплодисменты что называем сын тренируется у нас в школе поэтому а вот видите вот это партнельная связочка спасибо огромное павел валерьевич данииленко руководитель комитета по спортивной гимнастике российского физкультурно-спортивного общества спартак поговорили мы о том что у вас есть прекрасная возможность подарить детям может быть несколько иную жизнь если конечно они этого захотят школы работают люберцы как известно территория спорта поэтому к нам даже из челябинска приезжаем спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания у он 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 и